Русская черная икра Промышленный лов осетров в России под запретом, но в последнее время власти активно развивают искусственные разведения рыб. Правда, за годы отсутствия на рынке черной икры из России главным и практически единственным поставщиком деликатеса в мире стал Иран. И конкурировать с Исламской Республикой при всем желании будет вряд ли возможно. Сейчас с нами в студии Александр Савельев, руководитель Центра общественных связей Федерального агентства по рыболовству. Добрый вечер. Добрый вечер. Ситуация такая странная. Вот я, например, здесь в Москве на Ленинградский рынок прихожу и мне предлагают черную икру, так из-под полы, которой не должно быть и которая под запретом. Да. Она, значит, берется не только с заводов, где разводят искусственно осетров, но и добывается браконьерским способом. А сколько ее добывается браконьерским способом и уходит ли она в Европу таким образом? Вы знаете, действительно, оптимистичная новость на сегодня выглядит так, что руководитель Росрубоводства подписал разрешение на экспорт черной икры. Правда, всего лишь 150 килограмм. Это смешной объем, сугубо символический. Конечно, ситуация в России выглядит таким образом, что мы в полушаге стоим от того, чтобы утратить этот национальный бренд, которым можем действительно гордиться. Сейчас в России легально есть три источника происхождения черной икры. Первое – это то, что добывается из дикой природы. Это небольшой объем, всего лишь 9 тонн на всю цену нашу огромную страну. И это тот объем, который получается в результате так называемой выбраковки. Это та икра, которая не может идти на воспроизводство малька. И вот, ну, она может идти в питание. Другой и очень стремительно развивающийся и уже очень серьезный объем – это объем, который производит бизнес в условиях аквакультуры. Это искусственно выращиваемая икра. И третий источник, как это может быть не грустно прозвучит, но это импорт. Вы знаете, в Россию сейчас поступает большое количество импортной черной икры. А по вкусу она отличается? В лихие 90-е годы ту знаменитую и уникальную технологию по производству черной икры увезли за границу в Китай, в Канаду, во Францию, в Израиль, в Германию. Так вот, как это не парадоксально прозвучит, скажем, из Германии сейчас очень выгодно импортировать черную икру. Бизнес сейчас покупает икру в опте, внимание, по 500 евро за килограмм. И здесь она продается по 800. Гуд профит, как говорят немцы. Я еще более парадоксальную вещь скажу. Китайцы, изготовленную по нашим технологиям черную икру, продают на российском рынке, предлагают, по крайней мере, в опте, внимание, по 800 рублей за килограмм. Внимание, по 800 рублей за килограмм. Средняя цена черной икры, если вы имеете в виду легальную икру, средняя цена это 670 тысяч за килограмм. Зайдите в гастрономы, скажем, в ГУМ или куда-то, так сказать, это вот такая примерно цена. То, о чем вы спрашиваете, сколько, так сказать, браконьеры производят, выбрасывают на рынок, вы знаете, браконьеры не дают справки ни в Росстат, никуда, и они вообще стараются не афишировать свой бизнес. Есть всегда какие-то предварительные оценки. Есть какие-то оценки. Есть оценки экспертов, они оценивают этот объем примерно в миллиард-полтора долларов. Можно сломать этот рынок? Вы знаете, мы всячески пытаемся это сделать уже в течение трех лет, причем мы свои усилия сосредоточили не только для того, чтобы пресечь браконьерство, собственно, на, там, прежде всего, в дельте Волги, на Каспии. Вы знаете, бесполезно гоняться за браконьерами по нашим просторам. И охотник никогда не бегает за зверем по лесу, он всегда сядет у водопоя, куда зверь обязательно придет. Так вот, таким водопоем для браконьера является прилавок. К прилавку браконьер по-любому придет. Два года назад у нас в ВД подписан совместный приказ о мероприятиях по пресечению этой торговли. И вы обратили внимание, вот вы говорите про ленинградский рынок. Безусловно, это можно еще... Это пример. Да, можно встретить и на Доргомиловском, и на рынках Санкт-Петербурга. Но, обратите внимание, что ее продают, эту преступно добытую икру, продают уже с некими мерами предосторожности, конспирацией. Да, и это свидетельство о том, что рынок, этот преступный рынок дрогнул. Вы знаете о многих задержаниях в подмосковной деревне Жуковка, в Санкт-Петербурге, в Красноярске, в Краснодаре. Это серьезные объемы уже, так сказать, изымают. Действует мощнейшая мафия, ну это тоже, в общем, известно. Астрахани, если не ошибаюсь, нужно приехать и купить... В общем, все знают население, где это можно сделать. Мало того, промышляет большое количество населения в регионах, где добывают эту икру, браконьерским способом, просто потому, что там работы нет. Не надо нас пугать мафии. Знаете, мне... Мафия лишь определения тени. Мы говорим как обыватели, которые могут заказать эту икру. Да, безусловно, я отвечу как обыватель. Когда я еще был маленьким, мне бабушка говорила, внучок, никогда не связывайся с государством. Так вот, мафия должна тоже понимать, что она связалась с государством. И она должна понимать, что те правила, которые сейчас государство выработало, те меры, которые государство предпринимает по пресечению этого преступного бизнеса, они на этом не ограничатся. Понимаете? Все это, так сказать, дойдет до логического конца. И рынок черной икры, как и любой другой, он приобретет прозрачный оттенок. И надеюсь, что все россияне будут иметь возможность попробовать черную икру, хотя бы изредка, хотя бы выращенную в искусственных условиях. А все-таки 150 килограммов – это начало? Безусловно, начало. Вы понимаете, мы к чему пришли? Что в результате этого беспощадного промысла и беспощадной индустриализации мы, а, имеем подорванную популяцию на Каспии и в низовьях Волги, и, б, мы в результате индустриализации перегородили Волгу каскадом гидроэлектростанций, таким образом сократили нерестовый путь для Осетра. Он, к сожалению, не умеет перепрыгивать через эти плотины, которые вот понастроены там, да, и все это, так сказать, от 90% осетровых сосредоточено в низовьях Волги и на Каспии. Понимаете? У нас в России, слава богу, эти осетры еще вводятся в сибирских реках, в Амуре. У нас есть еще 49 тонн, которые легально можно добывать в Лене, в Якутии. Вот-вот мы откроем промысел на Амуре. Поэтому Россия богатая страна, и, кроме того, те меры, которые государство предприняло в отношении браконьерства и пресечения преступного промысла, открывает широкую дорогу для инвестиций именно в аквакультуру. Построены за последние три года, обратите внимание, построены огромные предприятия в Калужской области, в Ростовской, в Краснодарском крае, в Астраханской области, в Новосибирской области, совместное российско-немецкое предприятие. Я думаю, что если не завалим, то, по крайней мере, мы насытим этот рынок. Нужно единственное понимать, что черная икра останется деликатесом, и не надо, так сказать, испытывать иллюзию, что мы будем ее есть ложками, какой бы она ни была, искусственной или дикой. Спасибо. Это был Александр Савельев, руководитель Центра общественных связей Федерального агентства по рыболовству.